21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. За это время свыше 28 тысяч граждан Российской Федерации пересекли границу и въехали в Североказахстанскую область. О сложившейся ситуации в регионе рассказали на брифинге службы центральных коммуникаций. Подробности далее. Обстановка на границе стабильная. Граждан пропускают в штатном режиме, отметил заместитель главы региона Даурен Жандарбек. Для прибывающих Североказахстанская область транзитная. В основном они едут дальше. В настоящее время поток снизился. С одной степени оно повлияло, скорее всего, и то, что с российской стороны усилен был контроль по выезду граждан, военно обязанных граждан Российской Федерации. На сегодняшний день таких очередей больших на границе не наблюдается. Прибывшие могут разместиться в 24 гостиницах и 20 квартирных бюро города. Сейчас наблюдается большое скопление людей и в ЦОНах. В Центральном увеличили штат работников. Самыми востребованными услугами стали формирование ИИН и регистрация по месту временного пребывания. В связи с увеличением обращения иностранцев в ЦОНы города Петропавловска было принято решение об обслуживании нерезидентов в отдельном усиленном ЦОН номер 1 по адресу Аойзова 157, который является дежурным и работает с 9 до 20.00. Остальные ЦОНы, как вы знаете, у нас работают с 9 до 18.00. О соблюдении законодательства напоминают миграционные службы. Так, принимающие лица с казахстанской стороны обязаны уведомить органы внутренних дел о прибытии иностранца. Данное уведомление обязательно подаётся в течение трёх рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина. В случае, если не своевременно уведомляют о приезде к ним иностранного гражданина, то физическое либо юридическое лицо несёт административную ответственность в порядке статьи 518 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Уведомить о прибытии иностранца можно тремя способами – через электронный визово-миграционный портал, приложение ЕКОНАК и в отделениях миграционной службы. Отметим, сейчас в Североказахстанской области проживают свыше 6 тысяч иностранцев, большая часть которых – россияне. С начала года разрешения на постоянное проживание получили 272 гражданина Российской Федерации.